Армения требует у Израиля остановить поставки вооружения Азербайджану. Ереван не теряет надежду повлиять на дружественные отношения двух государств. Но сделать это не удастся, заявил СБС представитель Кавказской общины Израиля Барух Левиев. Он подчеркивает, о реалиях армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта уже хорошо знают не только русскоязычные, но и евритоязычные израильтяне. Никакой симпатии со стороны, я со многим здесь общаюсь в Израиле, никакой симпатии со стороны израильтян нет по отношению к армянскому правительству, к армянскому государству. Я сейчас не говорю про народ. Посольство армянское было открыто у нас в Израиле. Я бы сказал, оно как-то было не к месту, это все посольство, это было не совсем искренне. Поэтому и пресса это как-то стороной обошла, и люди на это внимание не обратили. А если углубляться в историю, продолжил Барух Левиев, то тут и вовсе армянским властям следовало бы спрятать голову в песок. Геноцид евреев в начале 20 века в азербайджанском городе Губа, учиненный Дашнаками. Уничтожение евреев в годы Второй мировой войны легионом под командованием армянского нациста Гаригин Анжде. Изгнание евреев в конце 90-х из территории нынешней Армении. Что касается армянской агрессии в отношении соседнего государства, Азербайджана, обстрела его мирных жителей, то тут, по словам Баруха Левиева, очевидно одно. Официальный Ереван уже перешел все рамки. Я даже сам, когда разговаривал со своими товарищами, со своими друзьями, которые находятся в тех местах, где подверглись бомбардировке со стороны Армении, я с ними разговаривал, я задавал им такой вот простой банальный вопрос. Страшно ли вам там находиться? Это я сейчас говорю именно про наших земляков, наших евреев. Страшно ли вам там находиться? Мне честно отвечали. Да, нам страшно. Ну, понятное дело, кому не страшно, когда над головой у тебя летят бомбы и ракеты, и все вокруг взрывается. Но тут надо действительно обратить внимание на то, как они отвечали. И они все дружно говорили, что, хотя нам и страшно, но мы надеемся на свое правительство. И мы уверены, что это все нас обойдет стороной. И о нас позаботятся. И вот такие вещи действительно надо отдать должное президенту, а также всему политическому эстеблишменту Азербайджана. Победа, несомненно, за Азербайджаном, отмечает Барух Левиев. Израиль всегда поддержит справедливую позицию стратегического партнера и отношения двух стран будут успешно развиваться и впредь. Михриман Косумова, CBC.